Величайший роман всех времен и народов был экранизирован много раз. Его ставили во всех частях света и в большинстве стран мира, где мало-мальски развита хоть какая-то кинематография. И последняя на сегодняшний день постановка – это восьмисерийный сериал Анна Каренина «История Вронского» в постановке известного российского и советского кинорежиссера Карена Георгиевича Шахназарова. В основе сериала лежит роман Льва Толстого, как можно догадаться, и публицистическая повесть на японской войне Викентия Вересаева. Дело происходит в двух временных измерениях – на японской войне 1904 году и во второй половине 19 века, где, собственно, и происходит действие романа. Вронский, отправившись в конце романа на войну, без особого желания жить, по мысли Толстого должен был там и сгинуть. Но по сценарию Алексея Бузина и Карена, собственно, Шахназарова, мы встречаем Вронского на русско-японской войне. Легко раненый он попадает в госпиталь, которым руководит Сергей Каренин, сын Анны. Сергей узнает Вронского и просит его рассказать ту давнюю историю в деталях. Анна, знаете, Сергей, она все еще держит меня. Крепко держит. О чем вы? Уже 30 лет она меня не отпускает. Она все время рядом. Даже сейчас она здесь. Анна! Где ты? Сложно понять, почему легко раненый Вронский ошивается в госпитале среди тяжело раненых и контуженных, но понять, для чего нужен прием с переносом части повествования в будущее, можно. Дело в том, что уложить роман в короткий фильм или сериал практически невозможно, и режиссеры, как правило, концентрируют свое внимание, а, соответственно, и зрительское внимание, на каких-то отдельных темах, предположениях, фантазиях и идеологемах. Карен Георгиевич использует временной разрыв, как ластик, которым можно вымарать неудобные или неинтересные ему темы. Ясно, что спустя 20 с лишним лет герои помнят не все детали, а только основную конву, да и то под приятным для себя углом зрения. Таким образом, из романа удалено практически все, за исключением отношений Анны Карениной и двух Алексеев, Вронского и Каренина. Что ж, права автора высказываться как ему угодно, однако нельзя не заметить, что попытка перевести сложные взаимоотношения в простые плоскости, дело сугубо проигрышное. Это как если бы вы задачу по стереометрии пытались изложить или решить языком планиметрии. Зачастую автор игнорирует, сознательно или бессознательно, что не так уж и важно, саму суть происходящего в романе, формально перенося эпизод на экран. К примеру, эпизод посещения Долли поместья Вронского в деревне. Большой, мощный эпизод, в котором сплелось так много мотивов, что потребовалось бы несколько серий, чтобы разобраться во всем. Это и зависть Долли. Она завидует Анне, ее благополучию, ее свободе. Ей жалко себя с ее зашитыми-перезашитыми платьями и мужем-идиотом, поедающим устриц, вместо того, чтобы обновить гардероб своей жене и детям. Она завидует не только богатству Вронского, которым свободно распоряжается Каренина, но и тем, что Анна бросила опостылившего мужа без особой видимой причины. Просто потому, что она полюбила другого. Сама же Долли, даже имея все причины уйти от Облонского, не делает этого, поддавшись на уговоры все той же Анны. Долли вынуждена держаться за Стиву, как за единственного, пусть и скверного, кормильца. Ты смотришь на меня и думаешь, могу ли я быть счастлива в моем положении? Стыдно признаться, но я непростительно счастлива. Анна же даже не замечает страданий Долли от бедности. Она описывает свои проблемы. Вронский говорит о своем. И тут мы видим просто смысловую катастрофу, которую в простонародье описывают пословицы. Кому-то суп жидковат, а кому-то жемчуг мелковат. Огромный пласт переживаний Долли, Анны Вронского, которые живут в разных плоскостях и не могут понимать друг друга, сведен к банальным беседам. Эта сцена ярко характеризует весь фильм. При сохранении сюжетной конвы и внешнего сходства героев, внутри фильма зияет смысловая пустота. И поэтому он откровенно скучен. Актеры не понимают сути своих героев, не понимают сути этих людей. Не обязательно той, которую изложил я, но какая-то концепция должна быть. Нельзя характеризовать человека фразой «блестящий офицер». Толстой это делает устами так называемого света, а затем поступками и размышлениями героя раскрывает нам его суть. Карен Георгиевич, к сожалению, этого не делает вовсе. Жаль. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или не ставьте лайки. Можете нажать на колокольчик, можете не сжать. Главное, будьте счастливы. Это очень важно для вас и для меня. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok